Всем привет, это я, Оля Кекс. Не знаю, как вы, ребята, а я очень люблю всякие мультфильмы. И один из моих любимых мультфильмов это мультик Головоломка. Знаете такое? Напишите в комменты. Недавно вышла вторая часть этого мультфильма, я ее уже посмотрела, не буду спойлерить. И сегодня буду проходить тест с канала Эмоджи Кул, где я буду выяснять, насколько я разбираюсь в этом мультфильме. Предлагаю вам присоединиться к этому тесту, наливайте чаек, делайте бутербродик и... Ура, ура, ура! Так, это, наверное, брезгливость, она не любит всякие... Вообще ничего не любит, брокколи не любит, знаю точно. Ес! О! Брокколи! Я же говорю. О, это, это из второй части ностальгия, бабушка, которая вышла из двери один раз. Блин, такая классная. Вот бы третья часть вышла. Ностальгия. Напомните день, когда мы все пришли в Головной отдел. Я все помню. Это чисто я. Выбери правильный вариант. Что? В чем была Райли? Я думаю, она была в голубом. Вообще, это мой любимый цвет, поэтому я голосую два! Ес, ребята, три из трех! А у вас? Остальгия сохраниваты, а по форме... Я наполовину кот, наполовину слон и чуть-чуть дельфин. Это бинго-бонго, бинго-бонго, бинго-бонго! Блин, там такой был в первой части момент, когда... Когда он умер. Бинго-бонго. Вау, я бы его съела. Сколько лет, Райли, во второй части Головоломки? О-оу, ребят, блин, вот это я не помню. Ну, давайте, пусть будет 13. Несчастливая часть. Райли, 13 лет. Чисто наугад. Да что ты приступилась ко мне? Оставь мне покой хоть на секунду! Так, блин, не успеваю. Что это? Что это? Райли, наверное, это Райли. Говорит, это же ее голос. Ну, это было понятно. Блин, классный баксфильм. Как можно всегда оставаться на позитиве, когда от вас только изыплются жалобы, жалобы? О-оу, подождите, стойте, мне нужно время. Кто это мог быть? Жалобы, жалобы, жалобы. Кто это? Ну, может, это, не знаю, мама Райли? Какой-то голос женщины. Радость. Ай, радость. Как сложно всегда оставаться на позитиве, когда от вас только изыплются жалобы. У меня просто отсутствует радость. Угодай персонажа по силуэту. Это тревожность, конечно же. Мы чисто персонаж, из которого я состою. Тревожность. Первый. Тревожность. Это ланс сабля. По-моему, это ланс сабля. Да, из второй части. Смешной персонаж. Я не знаю, из какой он игры. Ланс сабля. Существует ли он в реальности. Ланс сабля. Под гнётом. Рад был их. Краш. Я думаю, это клоун-лысик. Я не помню, что он делал, но похоже на клоуна. Клоун-лысик. Ты сказал в гости. Где тот? Yes. Выбери правильный вариант. Что? В каких штанах был стыд? Может быть первый или второй? Давайте первый я голосую. За первый. Третий. Ладно, окей. Тут я не запомнила штаны. Райли занимается хоккеем. Да. Всю вторую часть она занимается хоккеем. Хоккей. Кстати, вы когда-нибудь занимались хоккеем? Я вот нет. Я вообще не умею даже на коньках кататься. Я просто в диком восторге. Даже не верится, что вот так стою рядом с тобой. А, вот эта тревожность. Даже по голосу слышно, что это тревожность. Это она, когда Райли, по-моему, ой, радость встретила. Тревожность. Боже мой, я от тебя просто хоккейника в восторге. Даже не верится, что... Кстати, хотела тебя поблагодарить. Это мама. Ты чудо. Спасибо, что ты в этой сумато... Я думаю... А. Ну да, это мама Райли. Мамин голос. Мама Райли. Заметили, кстати, разницу мамы Райли и мамы Андрея из... Скулбой Ранавэй. Кстати, хотела тебя поблагодарить. Ты чудо. Найди лишнего. Что? А, я вижу вот этот вот с глазами маленькими. У него маленькие зрячки у тревожности. Вот она. Выкидываем ее. Это недостаточно тревожная тревожность. Яблочко. А вы нашли... Кто из этих персонажей любит читать газеты? Ну, папа Райли, наверное, любит. Или... Или... Два. Два, да, гнев. Сейчас загорится. А, нет, он обычно забирался. Какие волосы. А у нее какие волосы. А у нее какие волосы. Судя по реплике, наверное, это зависть, которая всем завидует. Зависть. Какие волосы. Щитки, шлем, краги. Наша девочка под надежной защитой. Это страх. Он всегда беспокоится о безопасности. Хорошо, что он у нас есть у всех. Иначе бы я здесь не сидела. Щитки, шлем, краги. Наша девочка под надежной защитой. Выбери правильный вариант. Блин, да елки-палки. Я такие вообще не замечаю детальки. Ну, может, не знаю, первое. Потому что Райли любит голубой. И я люблю голубой. Я думала два сказать. Но сказал один. Это бананчик. С которого они доставали... Че только не доставали из этого бедного бананчика. Бананчик. У меня много всего. Что из этого вам может подойти? Знаешь, детка, ты очень удивляешь нас своим сегодняшним поведением. Это голос папы Райли. Да. Это, конечно, не папа Андрея. Папа Райли. Знаешь, детка, ты очень удивляешь нас своим сегодняшним... Найди лишнего. Так. Кто лишний на этой картинке? А, тоже глаза. Вот. У этой печали веселые глаза. Лишняя печаль. По-вашему, это типа скулка. Господи, радость такая старомодная. Это Хандра. Тоже забавный персонаж. Хандра стопудово. Хандра. По-вашему, это типа скулка. Господи, радость такая... Громко, как на сорокте. Хомяк. Топай в припрыжку. Блуфи в особняк. Это Блуфи. Я, кстати, не знаю этот мультик. Блуфи и Бананчик. Но, наверное, может быть, он существует. Блуфи. Громко, как на сорокте. Хомяк. Топай в припрыжку. Как зовут популярную девочку в лагере? Вряд ли ее зовут Валентина. Наверное, ее зовут... Блин, не помню. Грейс? Грейс? Валентина. Всем сохранять спокойствие! Это Валентина Архи! Можно ждать две? А почему не... Кстати, не забывайте, ссылочка на школу битбокса в описании. Нам кто-то условия ставит, я не расслышал. Ах, боже, ты угощайся! Это гнев. Недовольный... Недовольный... Недовольный гнев. Гнев. Нам кто-то условия ставит, я не расслышал. Ах, боже, ты угощайся! Угадай персонажа по силуэту. Судя по прическе, это... Либо один, либо четыре. Я думаю, это четыре. Она такая малюсенькая зависть. Зависть. Она верит в нас! У-у-у! Согласны? Она же... Ммм... Ну, если выбирать между печалью и стыдом, это все-таки стыд. Мужской голос. Стыд. Стыд. Ну, она верит в нас! У-у-у! Согласны? Хе-хе, здоровяк. Я не хочу ничего из мультики изломать или вообще сжечь. Мне ее так жаль в мультике вообще. Хочется ее обнять. Печаль. И она еще самая последняя в этой игре. Печаль. Но она, наверное, расстроилась. Да, но это место новое. И я понимаю, какое оно важное. Какие эмоции тебе понравились больше? Старые или новые? О-о-о! Ребята, напишите в комменты, какие вам больше понравились эмоции. Я вот не могу выбрать между старыми и новыми. У меня получилось дать вот столько верных ответов. По-моему, неплохо. А сколько получилось у вас? Тоже напишите об этом в комментариях. Музыка без инструментов, с помощью голоса. Под силу девочкам и мальчикам любого возраста. Битбокс-уроки это, это интересно. Уроки по битбоксу это полезно. Чувство, ритма, слух, артикуляция, дикция, дыхание, реакция. Это все мы развиваем на уроках, братцы. Все, что нужно сделать, взять и записаться.